Каждый день, сидя за компьютером, мы в большинстве своем видим одни и те же элементы. Панель задач, рабочий стол с папками и файлами, трей, кнопка пуск, часы в правом нижнем углу. Такая концепция присутствует в Windows уже 30 лет. С годами функционал проводника как менеджера файлов и как оболочки рабочего стола улучшался и совершенствовался, пусть и не всегда в лучшую сторону. Например, в Windows 8 в погоне за планшетами было решено отказаться от кнопки пуск, заменив его на активный угол для запуска полноэкранного пуска. В итоге это оказалось плохой идеей и породило такие программы как Classic Shell. В Windows 11 панель задач и меню пуск были переписаны, и теперь это все работает на движках Microsoft Edge WebView, WinUI, а некоторые части меню пуск вообще на React Native. Не всем такое пришлось по нраву. Я считаю, что если и проводить переделку каких-либо системных компонентов, то важно это делать без какой-либо потери функциональности. Я, если что, сейчас сказал результат своих размышлений, ведь это видео явно не наберет миллион просмотров или какого-либо массового охвата в СМИ. Так вот, с выходом Windows 11 и новой панели задач люди столкнулись с исчезновением концепции плиток, пропажи функций drag-and-drop и изменения размера значков на панели. Если плитки это дело привычки юзера, то drag-and-drop это уже важная фича. Недавно всплыла одна интересная программа на WinClassic, и подумав более тщательно, я решил поговорить о компоненте, который мы видим каждый день в Винде, толком не замечая этого. Explore.exe. Как он устроен изнутри? Как развивался и что он представляет сейчас? И рассмотрим, конечно же, ту самую программу. Наливайте чаек и берите печеньки. Думаю, будет интересно. Стандартный проводник появился задолго до рабочего стола, панели задач и прочей мишуры. Да и вообще тогда не было такого понятия, как рабочий стол. И Windows таки была всего лишь обычной графической оболочкой над MS-DOS. В самых первых версиях Windows главным и стартовым центром взаимодействия пользователя с системой была программа MS-DOS Executive. Как уже сразу понятно, эта программа не что иное, как простой файловый менеджер, где нужны файл или папку, вы должны запускать самостоятельно. Никаких ярлыков, только прямые экзешники и только хардкор. Хотя стоп, ярлыки так-то были, но в виде более старого формата PIV, но ими, кажется, никто не пользовался. MS-DOS Executive мало что умел. Кроме просмотра файлов здесь присутствовали самые базовые функции. Удаление, копирование, переименование, форматирование, создание папки и печать. На фоне Apple System и других существующих на то время оболочек, вот это выглядит как-то максимально скудно. С выходом Windows 3.0 система не только станет именовать себя как операционная система, что создаст немало споров, но и привнесет себе немного дружелюбия к юзеру. Появился диспетчер программ. Возможность сортировать программы в виде групп уже есть в стандартной виде главной, реквизитов, игр и автозагрузки. А данные самих ярлыков стали храниться внутри этих групп, а не формата .grp. Сортировка программ – это удобно, но появились минусы. При большом количестве открытых программ этот диспетчер загораживается другими окнами, что дает некоторые сложности с запуском других программ. Нужно альтабаться, чтобы вернуться к нему, и это неудобно. Одна группа имеет лимит в 14 элементов, после чего добавление становится невозможным. После выпуска Windows 3.1 компания практически сразу начинает разработку нового проекта с кодовым именем Chicago, которое в будущем станет как Windows 95. Сотрудник Microsoft того времени Кент Салливин в своей статье пользовательский интерфейс Windows 95 – конкретный пример проектирования функциональности, подробно расписывал этап создания интерфейса системы. Выделю три момента. Windows 95 – это обширное обновление продуктов Windows 3X. Почти во всех частях Windows, по его словам, произошло много изменений. Дизайнерская группа стремилась к двум целям. Сделать проще изучение этой операционки для людей, которые только начинали пользоваться компьютерами и Windows, и своими изменениями не потерять уже имеющуюся аудиторию. Изменение дизайна происходило в 64 этапа тестирования с более чем 500 участниками. Более подробно будет описано в самой статье, ссылка в описании. И не забывайте подписываться на канал, кстати, здесь много чего интересного. Дело простое, да и вместе всегда интереснее. Именно с Windows Chicago постепенно появляется рабочий стол, панель задач, трей, тогда еще непривычный меню пуск, а сам проводник будет иметь название как Chicago Explorer. С XP вводится новый вид главного меню, Vista и Семерки это улучшается, Восьмерки терпят фиаско, А дальше, ну вы знаете. Настало время показать, насколько этот компонент развился, и насколько он был приколочен к системе, подчеркивая его важность. По данным экспериментов от диванного отдела, Windows 3.1 за запуск оболочки отвечал параметр shell в файле system.ini. По стандарту там вписан уже знакомый диспетчер программ, или же progman.exe. И тут уже встречается искусственное ограничение. Если с этим файлом что-то случается, и система это понимает, то на моменте прорисовки интерфейса мы пулей вылетаем в MS-DOS с ошибкой загрузки progman.exe. Неразрывная дружба получается. Госпожа DOS, товарищ Кернелл и мистер Progman. Так почему ограничение искусственное? Скажу сразу. В shell я могу впихнуть имя любого файла, да хоть косынку, и это будет запускаться как оболочка. Все просто. В Windows 9x системах пропажа Explorer XZ выдает табличку с просьбой переустановить систему. Зачем-то. Слава всему сущему, от такой привязанности Windows NT отказались. Могу делать все, что угодно, даже без Explorer. А если запустить из других версий? Например, проводник из Windows 95 в Windows Millennium. Напрямую ты это, конечно же, не запустишь. Такое очень наивно, ведь проводник это не только Explorer XZ. Это и Browse UI как менеджер файлов, и Internet Explorer как интеграция, и Shell 32 как прочие части. Можно воспользоваться сторонними инструментами, и такое даст результат. Троллейбус из булки хлеба, Brow, извините, Windows Explorer без интеграции и связанных фич, вполне актуально для старых компьютеров того времени и ненавистников Internet Explorer. А что с XP-7? Тут уже немного интереснее. Если XP-шный Explorer переименовать во что-то другое и запустить, то нам ткнут лицом в 0xC400142. Если запустить без переименования, то он запускается. На секунду появляется плашка «Пожалуйста, подождите» и показывается вот такой страшноватый дизайн снизу. Сам факт. Оно работает. Список задач показывается, панель быстрого запуска отображается. Трей не работает, а меню пуск выглядит вот так. Если переключиться на классический стиль, то и меню пуску хорошо, и панель задач корректно выглядит. Как можно заметить, в меню нет списка недавних программ. Вместо этого теперь просто черное место. Вероятно, вакансия свободна. Список все программы не открывается. При этом элементы правого меню запускаются, но и с семерки. Потому что проводник здесь разделен, и части могут работать независимо друг от друга. Выход из системы и выключение совершается сразу без плашек выбора. Ведь такой держалось на MSG на точке DLL, а в Windows 7 таких плашек давно нет. Если пойти по замене дальше, то получим класс незарегистрирован. И на этом моменте уже нет практического смысла. Как и от запуска проводника из Windows 7 в Windows 11 своими руками. Все тот же узнаваемый код. Однако на форуме WinClassic и в GitHub нашлись люди, которым было, вероятно, очень скучно. Или же они как-то хотели поразвлекаться. Результатом этого двухмесячного развлечения стал проект Explorer 7. Полноценное окружение рабочего стола из Windows 7 и Windows 11. Как сообщает сам автор на форуме, это основано на проекте Windows 7 Explorer on Windows 8. И текущая бета-версия максимально нацелена на 8.1. Однако работает на десятке. Напоминаю, что это не призыв к изменению настроек, и все под вашу ответственность. Показывается только в образовательных и демонстрационных целях. Ведь ответственность – это важно. Установка простая. Для начала импортируем REC-файл, содержащий данные с пункта впуска Windows 7. После чего мы запускаем вот этот файл и встречаем окно с просьбой вставить диск Windows 7, который будет совпадать с вашей разрядностью и языком вашей нынешней операционки. В моем случае это английская винда X64. Установщик сам скопирует Explorer XE и два MUI-файла к нему. Позже нам нужно выбрать Windows 7 Explorer, перезайти в систему, и вау, оно работает! Даже Aero присутствует. Казалось бы, все прекрасно. Меню пуск есть, панель задач красивая, трей функционирует, поиск работает, и настройки учетки в случае чего открываются. Но в таких действиях абсолютно нет смысла, и я поясню почему. Во-первых, у нас отваливаются буквально все UVP-приложения. Что Copilot, что MS Store, что самое-самое базовое в виде настроек. На Windows 11 UVP очень необходим. Запуск вручную отдает ошибку файловой системы. Во-вторых, нажатие правой кнопки мыши по панели задач выдает нам список, где вместо описаний мы должны догадываться о функциях. В-третьих, окно создания панели инструментов наполовину из Windows 7. Да и сам проводник имеет старый ленточный дизайн. В-четвертых, не работает регулировка звука. Если вам интересна переделка интерфейса Windows 11 и Windows 7, то ставьте 5000 лайков и дайте об этом знать в комментариях. А как работает оригинальный Explorer, где изнутри? В качестве примера я возьму XP-шку и поставлю на него процесс Хакер 2. Я прекрасно знаю о существовании System Informer, однако на XP он не работает. Официально минимум десятка. Запущенное приложение в системе называется процессом, а процессы с технической точки зрения содержат множество данных. Адресное пространство, маркер доступа или же токен, дескрипторы, используемые объекты на данный момент и потоки, или же threads. На примере Explorer.exe можно посмотреть, какие объекты он использует прямо сейчас. И как их мало? Если посмотреть на Windows 11, то там их тьма тимущая. Любой поток в процессе можно замораживать, убирать или смотреть информацию об используемых объектах точках входа. Например, если открыть мои документы и заморозить BrowseUI.dll в процессе, то окно, использующее этот файл, мгновенно зависнет. А если убрать shlwap.dll, то у нас пропадет панель задач. К чему я веду? Я веду к тому, что все потоки являются своего рода окнами. Панель задач — это целое окно, в котором есть кнопка пуск, панель инструментов, и это все тоже окна. Трей — это также сборище окон. А рабочий стол с иконками называется как программ-менеджер, и его свернуть нельзя. При попытке свернуть, все разворачивается обратно. Закрытие оборачивается показом плашки с вариантами выключения и процессом сисфайдера в фоне. Лучше особо с Explorer XZ не играться, иначе он внезапно начнет нагружать процессор до 100%, и операционка станет абсолютно неповоротливой. Если опираться на данные программы Process Monitor, то при открытии Explorer XZ совершается под 100 тысяч событий, за несколько секунд. При запуске просматривается каждая папка раздела программы в меню Пуск, запросы на чтение и создание файлов в случае их отсутствия, чтение данных реестра и загрузка данных и сделал объекта в процесс. Каждое открытое окно в проводнике или папке через него создаёт ещё под 10 тысяч событий. В Windows 11 это число достигает 200 тысяч, плюс процесс по каким-то причинам стучится к сетевому адаптеру, чего в XP не наблюдается. И что можно сказать в итоге? Как уже было сказано ранее, проводник из старой версии в новую не имеет особого смысла, если это не касается ваших привычек. А если уж очень хочется, то можно попробовать Explorer Watcher, Startleback или на худой конец просто поставить ретро-бар. Хотя прикольно видеть программу от неравнодушных энтузиастов. А что вы думаете об этом? Как часто вы используете проводник как файловый менеджер? Или всё-таки отдаёте предпочтение сторонним программам? Пишите об этом в комментариях. На этом пока всё. Ставь лайк, подписывайся на канал и включай оповещения. Не пропускай новый интересный контент. Огромное спасибо за просмотр и спасибо людям, поддерживающим канал любой своей суммой. До новых встреч, дорогие друзья!